Всем привет! Знакомясь с концептами автомобилей 2017 года можно заметить очевидные истремления автоконцернов создавать эффектные, технологичные и, естественно, очень дорогие машины. Одной из новинок последнего автошоу в Женеве стал концепт спортивного купе Opel GT Concept. У автомобиля отсутствуют дверные ручки и зеркала заднего вида. Кажущаяся декоративным элементом красная линия на корпусе на самом деле является сенсорной панелью, выполняющей роль дверных ручек. А вместо зеркал заднего вида используются камеры, расположенные за колесными арками. С них изображение передается на мониторы внутри салона. Opel GT Concept стал результатом сотрудничества двух европейских подразделений концерна General Motors, немецкого Opel и британского Voxhall. Двухдверный заднеприводный Concept оснащен трехцилиндровым 1-литровым турбодвигателем мощностью 145 л.с. До сотни авто разгоняется за 8 секунд. Максимальная скорость ограничена двумя стами 16 км в час. Футуристическую внешность Opel GT Concept обеспечивает светодиодная оптика Intel Luxe LED. Эта технология уже получила премию Safety Best. Выпуск серийной версии купе Opel GT Concept пока не планируется. Посетителям парижской автомобильной выставки был представлен эксклюзивный суперкар Ferrari LaFerrari Aperto. Модель с открытым верхом оснащена гибридной силовой системой HY CARES, включающей бензиновый двигатель V12 мощностью 800 л.с. и электромотор со 163 л.с. Таким образом, силовая установка разгоняет для Ferrari Aperto с места до 100 км в час менее чем за 3 секунды, обеспечивая максимальную скорость более 350 км в час. Модель оснащена карбоновой съемной жесткой крышей, однако предполагается возможность комплектации мягким верхом. Стоимость автомобиля примерно 3,8 млн долларов. Итальянская компания планирует собрать 209 экземпляров Spider, из которых 200 будут распроданы, а оставшиеся 9 Ferrari оставляет себе для проведения специальных мероприятий или продажи через аукцион. Итальянское ателье Piniforino и франко-швейцарская компания Green GT представили в Женеве концепт H2 Speed — первый высокопроизводительный водородный треккар в мире. Главной особенностью автомобиля является силовая установка на водороде. Она включает блок топливных элементов и два электрических мотора. Топливо хранится в специальных баллонах под давлением 700 бар. Силовая установка обеспечивает мощность 500 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать спорткар массой 1420 кг с нуля до 100 км в час всего за 3,4 секунды. Расстояние в 400 метров машина преодолевает спустя 11 секунд после старта. Максимальная скорость достигает 300 км в час. Водород хранится в двух резервуарах с суммарной вместимостью 6,1 кг. Дозаправка занимает 3 минуты. Подзарядка в пути происходит за счет рекуперации энергии торможения. Разработчики говорят, что пенифорина H2 Speed раскрывает потенциал гоночных технологий и не исключает возможность производства ограниченной серии. В центральном офисе компании Aston Martin в британском Гейдене состоялась официальная презентация гиперкара AMRB001, созданного совместно с гоночной компанией Red Bull Racing. Автомобиль оснащен атмосферным V-образным 12-цилиндровым двигателем, расположенным позади кокпита с приводом на задние колеса, благодаря этому достигается соотношение мощности к весу 1 к 1. Кузов изготовлен из углеродного волокна. Для создания прижимающей силы вместо традиционных спойлеров применено сложное переплетение неподвижных компонентов под днищем кузова. Подвеска AMRB001 имеет уникальную конструкцию, способную справиться как с экстремальными аэродинамическими нагрузками на высоких скоростях, так и с повседневной ездой по дорогам общего пользования. Представители компании сообщили о получении уже 300 250 предварительных заказов на автомобиль. Запуск производства намечен на 2017 год. Официальная цена машины не называется, но, по оценкам экспертов, она может превысить 3 млн долларов за экземпляр. Компания Lamborghini привезла на Женевский автосалон суперкар Centenario LP774, выпущенный к столетию основателя фирмы Ferruccio Lamborghini. Автомобиль имеет полноуправляемое шасси, задние колеса которого на небольших скоростях проворачиваются в противоположную от передних колес стороны, улучшая маневренность за счет уменьшения угла поворота руля и радиуса разворота. На высоких скоростях угол поворота всех колес одинаковый, для лучшей устойчивости автомобиля и отзывчивости руля. Lamborghini оснащен атмосферным 6,5 литровым двигателем. Время разгона до сотни составляет 2,8 секунды. До 200 км в час – 8,6 секунды, а до 300 км в час – 23,5 секунды. Тормозной путь со скоростью 100 км в час до полной остановки равен 30 метров. В салоне новинки установлены спортивные сидения. На центральной консоли имеется большой 10,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с доступом в интернет и поддержкой Apple CarPlay. В отделке интерьера используются Alcantara и Carbon. Первые поставки купе и родстера в Чентенарио заказчикам начались этой осенью и продолжатся в течение 2017 года. Автомобиль выйдет ограниченной серией в 40 экземпляров. Стартовая цена составляет 1,75 млн евро. Весь тираж уже раскуплен. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz решил вернуть на автомобильный рынок бренд Maybach. Речь не идет о возобновлении выпуска штутгартских легендарных автомобилей, а лишь об использовании Maybach в виде суббренда для выпуска самых роскошных версий своих моделей. Самый дорогой и самый безопасный лимузин S600 Pullman Guard соответствует наивысшему уровню баллистической защиты VR9. Этот бронированный автомобиль способен выдержать очередь из штурмовой винтовки и пережить взрыв мощностью 15 кг в тротиловом эквиваленте. При создании Pullman Guard были применены высокопрочная сталь и аромит. Стекла сделаны из поликарбоната. Помимо внешней капсулы предусмотрены элементы защиты в салоне. Соответствующие вставки имеются на боковых окнах и вблизи заднего стекла. Двери автомобиля захлопываются наглухо и оснащены дополнительными электромоторами, которые активируются при открытии-закрытии. Вес автомобиля составляет почти 5,1 тонны. Движущую силу обеспечивает 12-цилиндровый бензиновый мотор с двойным турбонаддувом, развивающий 523 л.с. На случай форс-мажора предусмотрен дополнительный аккумулятор для запуска двигателя и резервные средства спецсвязи. Интерьер предусматривает высочайшую по качеству отделку, наличие бара, массажных кресел и не только. Также предполагается наличие защитной перегородки, которая не только отделяет VIP-персон от сидящих спереди водителя и телохранителя, но и защищает их. Перегородка бронированная. Maybach S600 Pullman Gar обойдется как минимум в 1,4 млн евро. Первые товарные экземпляры будут выпущены во второй половине 2017 года. Дизайнерский дом ItalDesign Giugiaro под руководством Volkswagen Group представил миру концепт под названием Brivido. На кузове автомобиля отсутствует логотип VW, однако вся техническая начинка, включая двигатель, коробку передач и электронику, разработана немецкими специалистами. Сам же дизайн четырехместного спортивного купе с дверями типа крыло чайки является творением итальянцев. Под кузовом из углеволокна и алюминия спрятан агрегат из Porsche Panamera Hybrid 360-сильный V6 с компрессором. Благодаря его совместной работе с электроприводом, водитель получает в свое распоряжение 408 л.с., которые через восьмиступенчатую коробку автомат приводят в действие заднюю ось. До сотни Brivido разгоняется за 5,8 секунд, а ограничитель срабатывает на 275 км в час. Благодаря использованию гибрида расход топлива не превышает 6,5 литров на сотню. ItalDesign Brivido оснащен множеством современных интерактивных технологий. Итальянцы запатентовали уникальный инновационный дизайн рулевой колонки, в верхней части которой расположены два монитора с изображением с боковых и задней камер. Все основное управление Brivido вынесено на две сенсорные панели на спицах рулевого колеса. Правая панель отвечает за управление климатической установкой, а левая используется для управления освещением, графическим интерфейсом приборной панели и развлекательной системой. Автомобиль оснастили планшетом iPad, с помощью которого можно выходить в всемирную сеть. На сегодняшний день концепт от ItalDesign остается в единственном экземпляре, новых авто выпускать не планируют. Италокитайская компания Ikona Shanghai представила обновленную версию своего мелкосерийного суперкара Vulcano. Помимо замены силовой установки, модификация, названная Vulcano Titanium, была оснащена кузовом из титана. Двухместный Titanium имеет 6,2-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 670 л.с., позаимствованный у Chevrolet Corvette C6 ZR1. До первой сотни машина разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 355 км в час. Из других особенностей можно отметить карбонокерамические тормозные механизмы Brembo, отделанный алькантарой Salon с развернутым к водителю планшетом и кованые спортивные диски диаметром 20 дюймов на передней оси и 21 на задней. Каждый суперкар собирается вручную в среднем за 10 тысяч часов. Икона Vulcano Titanium даже среди мелкосерийных суперкаров считается коллекционным раритетом, так как в год планируется выпускать всего несколько спорткаров под конкретного заказчика. Стоимость каждого автомобиля 2,5 млн евро. Компания W Motors презентовала суперкар Lucan Hypersport с оппозитным двигателем объемом 3,7 литра, который с помощью двойного турбонаддува выдает 750 л.с. Откуда мотор, производитель не уточняет, но судя по всему это модифицированный компанией RUF двигатель Porsche. Его отдачи хватает, чтобы разогнать Lucan Hypersport до 100 км в час за 2,8 секунды и достичь максимальной скорости в 395 км в час. W Motors официально назвала автосалон Elaine Class Motors местом, в котором можно будет приобрести ее продукцию. Всего будет собрано 7 экземпляров Lucan Hypersport. Цена каждого составляет 3,4 млн долларов. Заказчик может самостоятельно выбрать отделку автомобиля. В предложении присутствуют рубины, алмазы, желтые бриллианты или сапфиры. На сегодня все, спасибо за просмотр, а какой автомобиль понравился тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу.